Задача определить длину отрезка профильной прямой и углы наклона к плоскостям проекций P1 и P2. Для этого вначале необходимо вспомнить, что такое из себя представляет профильная прямая. Это прямая параллельная профильной плоскости P3. Конечно, можно ее натуральную величину определить, она будет проецироваться на профильную плоскость проекции натуральную величину. Но можно это сделать и по-другому, точно так же, как мы ищем, например, длину отрезка методом прямоугольного треугольника. Для этого необходимо определить превышение проекции P1 по отношению K1. Это превышение будет. Вот это будет превышение. В нашем случае это будет 23 градуса. 23 градуса. Ну, теперь это превышение построим под прямым углом. Под прямым углом 23 миллиметра. 23 миллиметра. 23 миллиметра. И соединим с точкой А2. А2. Вот здесь 23 миллиметра. Вот этот размер. Это и есть разность координат с YB1 и YK1. 23 это, вот это и есть превышение. Мы отложили здесь под прямым углом. Этот угол у нас составляет 90 градусов. 90 градусов. Соответственно, здесь у нас получилась натуральная величина этого отрезка. А где здесь будут углы, соответственно, наклона? Значит, угол наклона плоскости P1, то есть альфа, это будет угол, вот этот угол. Он у нас равен 54 градуса. А угол B, так, наклонок P2, это будет вот этот угол. Он у нас равен 36 градусов. Все, задача решена.